В этот вечер территория Сочинского института превратилась в грандиозный перформанс под открытым небом. Сцена, музыканты, красочные фотозоны. А за уютным столиком в шатре собрались почетные гости праздника. Вуз это у нас топовый в городе и уже свою планку держит довольно большое время. Процветания желаю данному вузу, удачи. Ну а Надежде Ивановне корабль свой уверенно вести, как она уверенно ведет. И я думаю, ей все по плечу. Востребованность специалистов, которые выходят с этого вуза, она довольно-таки высокая. И не только в нашем городе, но и в других городах нашей Российской Федерации. Во взрослую жизнь Сочинский институт Рудуэн в этом году выпустил 700 выпускников. Среди них отличники учебы, участники конкурсов и спортивных соревнований, победители Олимпиад и волонтеры, принимающие участие в масштабных мероприятиях. Так, например, Георгий Пархоменко, которому выпала честь пронести российский флаг, был отмечен Международным паралимпийским комитетом как лучший волонтер. Уже с первого курса мы принимали участие как на Олимпиаде в качестве лингвистической поддержки, так и на Формуле-1 и практически всех дальнейших мероприятиях, которые проходили в городе Сочи. Я безмерно благодарен, конечно, нашим преподавателям, которые действительно мало того, что помогали нам учиться и давали знания, так еще и плечом к плечу работали с нами на этих мероприятиях. В адрес выпускников в этот вечер звучали слова напутствия от депутатов, представителей района и городской администрации. Ну а самые главные пожелания, конечно, от директора родного вуза. У каждого есть свое предназначение и определенная роль. Я горжусь вами, коллеги, выпускники. Я горжусь преподавателями, которые все сделали для того, чтобы ваш диплом был заслуженный. Дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании выпускники получали вместе с благодарственными письмами от главы города, городского собрания, Сочи, районной администрации и общественной палаты. Церемония транслировалась на канале YouTube.